Здравствуйте! Меня зовут Максим Заварин. Я являюсь сопредседателем Просоюза работников городского наземного пассажирского транспорта в движении. Работаю я водителем автобуса в обособленном подразделении автопарк номер 2 акционерного общества Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие номер 1. Как я говорил уже ранее, на предприятии, где я работаю, с 1 января поднимают базовую минимальную тарифную ставку рабочих первого разряда с 8 аж до 12 тысяч рублей. С чего бы вдруг? И уже с октября месяца начинают знакомить с этим работников. Обычно все изменения, в том числе и по зарплате, быстро-быстро подсовывают на подпись работников под самую дату внесения изменений. Или, как сейчас по соут, прошедшему недавно, подсовывают журнал на подпись, работники в большинстве своем расписываются, а за что даже не спрашивают. А те, кто спрашивает, мол, завтра почитаешь, а вы зачем им верите на слово? И когда больничный приносит, печальник колонны просит показать. Зачем? Да потому что он не верит вам на слово, с какого числа вы ушли на больничный. Так а почему вы им верите? Возьмите документ, ознакомьтесь. Если есть возможность, покажите юристу, а лучше прокурору. А потом уже решайте, стоит оно того или нет. Но все, вот это отдельная тема разговора. В сентябре месяце мы написали коллективное заявление по простоям на АГМКС, то бишь на газовой заправке, в котором выдвинули следующие требования. Первое, это для водителей, работающих на ТС с газомоторным топливом установить часовую тарифную ставку не ниже 160 рублей. Второе, это время простоя на АГМКС включить в линейное время. И третье, это всем водителям, работающим на АТС с газомоторным топливом, компенсировать все время простоя на АГМКС с 1 января 2020 года до дня заключения соглашения по указанным выше требованиям. Также привели к этому основание, что и администрация обещала, что часовая тарифная ставка при работе на ТС с газомоторным топливом будет выше, чем при работе на транспортных средствах с дизельным топливом. Экономия на топливе, высокий уровень опасности для жизни и здоровья, то бишь взрывоопасность. И то, что время с пути из конечной остановки до предприятия входит в состав линейного времени. Вот это подписало 100 человек. И могу не зачитать ответ. Всю воду, которую здесь налили я читать не буду. Относительно доводов взрывоопасности пишут, что метан самый безопасный существующих автомобильных топлив, поскольку он в два раза легче воздуха и не способен образовывать взрывоопасную смесь, так как мгновенно и бесследно убетучивается. Кроме того, метан обладает высоким порогом воспламене, благодаря чему он отнесен к наивысшему четвертому классу безопасности среди горючих веществ. Для сравнения, у бензина третий класс, у пропана бутана второй. Почему-то дизель не приводится здесь в какой класс у дизеля. Ну да, бакс с соляркой не взрывается. А вот баллоны с метаном. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот. Ну и далее. По вопросу об оплате простое на ГНКС водителям автобусов, работающих на газомоторном топливе, в целях заправки транспортного средства топлива, следует отметить, что в предприятии в 2019-2020 годах осуществляется дополнительный учет рабочего, дополнительный учет времени, затраченного водителями на заправку на ГНКС. И осуществляется его оплата из расчета часовой тарифной ставки. Учитывают и оплачивают. Это мой криток за август месяц этого года. Насчитали они меня за август месяц 1,78 часа. Ну, это час 46 минут, почти 47. Это простой. На заправке тратуется как оплачиваемое время за пределами режима, установленного графиком движения. Согласно часовой ставке, да, за эту 1,88 часа, мне было начислено 218 рублей, 89 копеек. В августе у меня было 13 смен. Смены в среднем у меня простой по графику, на котором я работал в августе, 1 час. То бишь, получается, меня кинули на 11 часов жизни. Ну, так они нам оплачивают. Да только мы отстаиваем там по 10-15, а то и более часов каждый месяц. Все это прекрасно знают. Оплачивают только те простои, когда заправка на ремонте, вот тогда мы стоим по 2, по 3, а то и по 5 часов бывало. Все текущие простои не оплачиваются. Поднимите путевки, треки, квитки, все будет видно. Также пишут, что с учетом вышеизложенного для удовлетворения требований, указанных в коллективном обращении от 10.09.2020, достаточных оснований нет. В том числе и по причинам финансово-экономического характера. Тут убеждений нет, но вы держитесь. В это же время я написал служебную записку генеральному директору с вопросом о несоответствии базовой ставки с отраслевыми соглашениями. То бишь, согласно федеральному отраслевому соглашению по автомобильному городскому наземному пассажирскому транспорту Федерации на 2020-2022 годы, а именно пункт 3.1, базовая минимальная тарифная ставка рабочих первого разряда в организациях автомобильного и городского наземного пассажирского транспорта при работе в нормальных условиях труда, полной отработки месячной нормы рабочего времени и выполнении новых труда устанавливается с 1 января 2020 года в размере не ниже минимального размера оплаты труда в сокращенном рот, принятого в Российской Федерации. МРОД ВРФ на 2020 год составляет 12 130 рублей. По дополнительному соглашению 31 марта 2020 года трудовому договору такого-то числа в части изменения пункта 5.2 в расчет взята базовая минимальная тарифная ставка рабочего первого разряда по размере 8 112 рублей в месяц. Согласно отраслевому соглашению к тому же самому пункту 1.7 региональные, территориальные, отраслевые и иные соглашения, коррективные договоры и индивидуальные трудовые договоры в организациях независимо от их организационно-правовых форм и видов собственности не могут ухудшать социально-экономическое положение работников по сравнению с положением настоящего соглашения. Условия коллективных договоров и соглашения, ухудшающие положение работников по сравнению с действующим законодательством и настоящим соглашением является недействительным. Соответственно, часовая тарифная ставка работника 6-го разряда согласно тарифному коэффициенту 2.5, прописанному в тарифной сетке по оплате труда работников акционерного общества ТП и ТП номер 1, включая обособленные подразделения автопарк номер 2, должна быть не 122 рубля 97 копеек, а 183 рубля 87 копеек, исходя из среднемесячного баланса рабочего времени в размере 164,92 часа, прописанного в вышеуказанном дополнительном соглашении. Прошу разъяснить вышеизложенное орушение и ответ направить мне. И вот, что мне ответили. Рассмотрев письменное обращение, которое я только что засчитал, поясняют следующее. Расходы на оплату труда работников входят в состав расходов предприятия, которые, согласно бюджетной политике акционерного общества ТП и ТП номер 1, подлежат планированию и бюджетированию на каждый календарный год по принципу обеспеченности расходной части бюджета соответствующими финансовыми ресурсами, формирующимися в доходной части бюджета и последующему их утверждению Советом директоров общества. Далее. С 1 января 2019 года федеральным отраслевым соглашением по автомобильному городскому наземному пассажирскому транспорту на 2017-2019 годы. То есть действие, которое уже закончилось, они его применяют и на него же и славятся. Хотя уже вступило в силу федеральное отраслевое соглашение на 20-22 годы. И объемы финансового обеспечения необходимого наполнения расходной части бюджета общества. Кроме того, в соответствии с региональным отраслевым соглашением по автомобильному городскому пассажирскому транспорту на 2020-2022 годы с 1 января 2020 года базовая минимальная ставка также установлена в размере 8 112 рублей, которая в настоящее время применяется для оплаты подоработанных. Только что я зачитал, что федеральное отраслевое соглашение говорит и им об этом же пишут, что не может быть хуже, чем там. Не может ухудшать положение. Они все равно на него ссылаются. Ну и опять-таки, региональное соглашение я на 2020-2022 годы я не смог найти. Так же не обошлось и без трех копеек от гражданки Поляковой и ее защиты работодателя и накидывания на себя Пухова. Просто мне рассказали о том числе, которое вы, как сказать, предъявили нашему генеральному директору. Я просто хотела для себя пояснить требования вашего. Потому что, смотрите, о том, о чем говорили, да, вот он меня вызывал, что ли по себе, о том, о чем вы, допустим, говорите, мы уже об этом эти вопросы порешали. Вот у нас, тарифная ставка у нас поднимается в соответствии с региональными поэтапно. Когда люди предъявляют требования, они должны путь выхода предъявить, ну, подсказать. В смысле, мы должны думать за руководством как-то? Конечно. Мы должны думать за руководством. А как ты думаешь? Ты предлагаешь? Да что ты, черт побери, такое несешь. Мы решаем. Если мы предлагаем требования работодателя, да, мы ему предлагаем уйти в выход. Потому что мы-то вопросы все порешали, вот как в Союз, мы все решили вопросы. А вы поднимаете те вопросы, которые мы решили. По газам мы тоже решили. Просто это надо внести все в коллективный договор. У нас вот конференция, кстати, 24-го числа. Но вы на ней, к сожалению, не присутствуете. Я и говорю, что вы, к сожалению, не присутствуете. А так вот было бы. Потому что там будут как раз вот эти все вопросы коллективно вноситься в коллективный договор. Они уже решенные нами. Генеральный директор тебя вызвал. А ты ему в подчинение, что ли? Какое региональное? Его нет. Вот что мне сказали в экономическом отделе. Мы все равно минимально смотрим региональное соглашение. Это я понял. Еще не заключено. Регионального нет у нас? Нет. Вот поэтому я его нигде найти не могу. Поэтому мы в своей деятельности только ориентируемся на положение и колд договор. Все. Обычно мы на региональном работаем, а раз его пока нет, то был приказ про индексацию и его. Мы решили. Все решили. По газовым решили. Да что вы решили? Мы были на вашей конференции. Ни слова про газовое. Ну, рала, получается. А еще сказала, что согласно вашему уставу я не могу на конференции присутствовать. Опять врешь. Читал я ваш устав. Нет там ничего про это. Слышу я, значит, там на конференции, что вносят изменения в раздел об оплате труда. Конференция, кстати, была 24 сентября. А вот эти заявления, вот это заявление коллективное и служебка моя была отправлена 10 сентября, напомню. Значит, носятся изменения в раздел об оплате труда. И базовая ставка будет равна мрот. Но с 1 января. Да как это вдруг? Только что были отправлены обращения. И тут же 24 сентября принимается. Но также было сказано, что приложение номер один, коллективный договор, будет изменено и приведено в соответствии с региональным соглашением. Ну, скиньте мне это региональное соглашение, действующее, я вот почитаю хоть. Когда я подумал так, что ставку поднимут, коэффициент по тарифной сетке урежут и мы в лучшем случае останемся при своих. Ну, признаться, я ошибался. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. В описании будет ссылка на видео, залитое в облаке. В котором проводится сравнение зарплат водителя и кондуктора по двум положениям. То есть на сегодняшний день и на 1 января. И как мы увидим, окладная часть и все обязательные выплаты. То есть вредность, ночные, резерв. Только за монтаж платформы мы теперь по нулям. А так это все стало выше. Премия снижена, но в денежном выражении практически не изменилась там совсем чуть-чуть. Но у кондуктора премия теперь на треть меньше. На две третьих получается меньше. Это хорошо. Я думаю, понятно почему. Оклады и остальные выплаты забрать нельзя, а вот премию вполне себе могут. Так и написано в четвертом пункте положения по плате труда. Что четвертое депримирование премии на численные в соответствии с пунктом 3.1.3.3 настоящего положения. Могут быть снижены до 100%. В случае привлечения работников дисциплинарной ответственности. Основанием для снижения премии является приказ генерального директора. Примечательно, что основанием для снижения премии до 100% является приказ генерального дисциплинарного нарушения работника. Получается, зарплату подняли реально. Ну, если я все верно рассчитал, в денежном выражении она изменится порядка 10%. Ну, то есть, если было 45, то будет 50. Это, конечно, хорошо, но не вполне достаточно. Почему? Ну, это как зарплата была 45, а хлеб стоил 50. Зарплату подняли и стало 50, но хлеб подняли до 55. Вот и все. Я работаю в парке уже почти 6 лет, но и будет. Много раз меняли положение по оплате труда, но ни разу зарплата в денежном выражении не изменилась так значительно. Что же на это повлияло? Не наше ли обращение? Каких-то бумажек хватило? А что будет, если мы серьезно возьмемся за наведение порядка в ПТП? Подумайте над этим. Но для этого надо учиться. Я понимаю, что это трудно, на это нет времени, но иначе не получится, другого пути нет. Иначе нас так и будут убить. Они же нас за дурачков принимают, за трусов. Хотя тут надо еще подумать, кто есть трус. На совещаниях они так и говорят. Они просто обоссовываются. Понимаешь, люди ездят туда, за чего они не понимают. Они не понимают, что они аннулируют, что это процесс и аннулируют. Что еще? Эти дожилом. Они не сделают, не сделают пушку. Да? Не сделают. Не, они не сделают. Не, они не представляют этого. Да, и все это организации не говорят. Ну, послушайте, что он вообще сам говорит. Они аннулируют существующий профсоюз, аннулируют существующий коллективный договор. Он это вообще серьезно? Как? Как это возможно? Да и, во-первых, это не цель профсоюза движения. Наша цель – это улучшение условий труда. Ну, а сейчас что происходит? Прокуратура пришла по этим вопросам с проверкой. Как я говорил, мы написали два заявления в прокуратуру по настоятельной просьбе. Татьяна Ильинична, нашей дорогой. Хочу вам их зачитать. А то уже пошли слюхи, что мы написали жалобу в прокуратуру, что нас заставляет работать сверхурочные. Нет. Первое заявление коллективное прокурору Центрального округа города Тюмени касается простой АГНКС. И мы пишем, что мы, уже подписавшиеся работники обособленного подразделения «Автопарк номер 2» Акционерного общества «Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие номер 1», просим вас разобраться в сложившейся ситуации о невыплате нам в полном объеме заработной платы. В семинаре 2020 года водителям, работающих на ТС с газомоторным топливом, прекратили оплачивать время простой АГНКС. Время такого простоя составляет от 20 до 60 минут и более каждую рабочую смену при работе АГНКС в штатном режиме. В итоге за месяц выходит от 5 до 15 и более часов. И даже в эти месяцы простой и в остальные дни при работе АГНКС в штатном режиме оплачены не были. Водители имеют право, согласно локальным нормативным актам, не стоять в очереди такое количество времени и, как следствие, оставлять автобусы незаправленные газомоторным топливом к следующему выводу, что, соответственно, приведет к срыву многих рейсов, и пассажиропотоп не будет в полной мере разговоров. Но водители думают в первую очередь не о себе, а о людях, которых они в результате такого действия оставят на следующий день без возможности приехать на работу, поликлинику и т.д. Нам не было направлено коллективное заявление генеральному директору с подписями 100 работников, в ответе на которое было указано, что водителям, работающим на ТС с газомоторным топливом, осуществляется дополнительный учет рабочего времени и осуществляется оплата. Но фактически за время с января 2020 года по сегодняшний день было оплачено лишь время простоя в связи с неисправностью или ТО на АГНКС. Это несколько дней в феврале, апреле, мае и августе. Считаем, что снижение наших доходов путем невыплаты на полном объеме заработной платы, организованной руководством АО ТПТП1, включая обап номер 2, незаконно. Здесь всем просим принять меры прокурорского реагирования и проверить финансовую деятельность акционерного общества ТПТП1, включая обап номер 2, в связи с грубым нарушением законодательства. С уважением работники обособленного подразделения автопарк номер 2, акционерного общества ТПТП1. И второе коллективное заявление, в котором мы пишем, что на основании ТК РФ ст. 135 ч. 2 системы оплаты труда, включая системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов, должностных окладов, доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коррективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Согласно Федеральному отраслевому соглашению по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту Российской Федерации на 2020-2022 года, а именно пункт 3.1, базовая минимальная тарифная ставка рабочих первого разряда в организациях автомобильного и городского наземного пассажирского транспорта при работе в нормальных условиях полной отработки месячной нормы рабочего времени и выполнения нормы труда устанавливаются с 1 января 2020 года по размеру не ниже минимального размера оплаты труда. МРОД в РФ с 1 января 2020 года составляет 19.30. Ну, в принципе, так же, как и в служебке, далее ссылаемся на пункт 1.7 этого же Федерального отраслевого соглашения, что региональные и иные соглашения, коллективные договоры и так далее не могут ухудшать положение работников по сравнению с вышеуказанным соглашением. И описываем то, что по положению об оплате труда действующему до 31 марта базовая минимальная ставка была 7800 рублей, что еще даже меньше, вот, и с 1 апреля после индексации она была увеличена до 8 112 рублей и остается таковой по данный момент, что противоречит указанным пунктам Федерального отраслевого соглашения и ухудшает положение работников. Считаем снижение наших доходов путем невыплаты нам в полном объеме заработной платы с 1 января 2020 года по сегодняшний день, организованное руководством АОТП, АТП номер 1, включая АОТП номер 2, незаконно, в связи с чем просим принять меры прокурорского реагирования и проверить финансовую деятельность. В связи с грубым нарушением законодательства, вот, что-то, чтобы не говорили, что мы жалуемся за то, что нас заставляют сверхурочно работать, по крайней мере, я уже давно-давно сверхурочно наработаю. И сверху спустили копии наших коллективных заявлений, которые мы написали в прокуратуру начальникам колонн. Могу, разбирайтесь теперь с подписантами сами, то есть гнобите их. Но так не надо теперь больше лицемерно интересоваться у нас, как дела, как наши дети и тому подобное. На вас, я так понимаю, не доходит, что когда вы начинаете нас ущемлять, вы ущемляете наших детей в первую очередь. Мы не сделали ничего такого, что не позволяло бы нам законодательство. Мы даже не прыгали через голову. Я уже озвучил, что сначала мы обратились к генеральному, а потом уже в надзорный орган после отрицательного ответа. Ну и вы те, кто ущемляет работников в правах, в том числе в праве отстаивать свои интересы, поймите, что данное право нам дано законом, и вы его нарушаете. То есть вы занимаетесь преступной деятельностью. Обратите внимание, что дискриминация, то есть нарушение прав и свобод и законов интересов человека и гражданина, в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, совершенное лицом с использованием служебного положения, наказывается согласно статье 136 УК РФ. Это уголовное преступление. Ну, в общем, мы обратились в прокуратуру, оказывается, не зря и не безосновательно. Хочу вам зачитать кое-что из нескольких статей «Интернет-близетта «Солидарность»» это газета ФМПРовская, если я не ошибаюсь. Ну вот, статья 15 октября 2020 года называется «Торжество очевидного». И они пишут, что работодатель выполнял отраслевое соглашение, от которого не отказывался в муниципальном транспортном предприятии «Нефтьюганском». Работникам установили оклады ниже положенных по отраслевому соглашению. Помогает им в этой ситуации разобраться Нугуман Заля-Лядинов, председатель Тюменской территориальной организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, в который входит первичка ПТП, «Желтый профсоюз», сказал ее наш. То есть, я не буду всю статью зачитывать, здесь очень много, и по поводу профсоюза он пишет и так далее. Ну, в общем, суть та же самая. И вот недавно я наткнулся еще на одну статью, которую пишет сам Нугуман Шангунович, если я правильно называю отчество, прошу прощения, если не ошибся, называется, статья 15 ноября 2020 года, называется «О будущем пассажирского транспорта из почты солидарности непутевых заметки пассажира». Ну и что пишут здесь? То есть пишет председатель, «Чиновники в Тюменской области при своих расчетах в упор не замечают условия не только отраслевого соглашения по автомобильному городскому наземному пассажирскому транспорту, но и трудового кодекса». Ну и, в общем, тут он описывает схему, которая применяется с серыми зарплатами. Ну и также пишет, что в соответствии со статьей 48 Трудового кодекса Российской Федерации, если в отношении работников действует одновременно несколько соглашений, то применяются условия наиболее благоприятных для работников. Соответственно, исходный параметр «Тарифная ставка рабочих первого разряда» должен быть равен 12 тысячам, он даже пишет 200 рублей, даже не 130. В связи с допущенной ошибкой произведен, наверное, счет бюджетных средств в Невской области по статье «Транспорт». То есть он озабочен этой ситуацией и вот «Снефтьюганский», в частности, он помогает работникам, насколько я правильно понял из этой статьи, из предыдущих, что он помогает работникам, в общем, получить недополученную, недосчитанную заработную плату. Вот. Ну, уважаемый Мугуманович Мугуманович, я, как понял, в статье «Вы человек справедливый» и стоите на стороне интересовщих работников. Вы обратите, пожалуйста, внимание на вашу первичку ПТП в Тюмени, которая, как вы говорите в интервью, интернет-портал «Наш город» полностью исполняет свою работу. Но почему-то нарушение отраслевого соглашения в части минимальной базовой ставки рабочих первого разряда он не замечает. Вот. Более того, стоит на стороне работодателя открыто. У нас нет таких пап и мам, которые бы нас отучили и посадили бы в кабинеты. Но, если честно, мы туда и не хотим. Понравится наша работа и нравится наше предприятие. Но нас не устраивает, что плохо организован производственный процесс и то, что ущемляет наши права. Вы скажете, ну так идите, сделайте лучше. Не взялись за буш, тяните уж. И, как им говорит гражданка Полякова постоянно, что предприятие в убытке, убытке, уже много лет в убытке. Но вот я хочу обратиться непосредственно к работодателю, к собственнику предприятия. Я, уважаемый работодатель, если предприятие несет убытки, а получение прибыли является уставной задачей организации, то в этом виноваты явно не водители, кондуктора и работники, там, ремзоны. Это же следствие плохой организации. Так, поговорите с руководством предприятия и вашими представителями. Пускай это делают получше. Да и не сваливать вымени у нас, простых работников. Но иначе гоните их в шею тогда. Но, если честно, только мы заинтересованы в том, чтобы наше предприятие развивалось. Ведь руководство может наживаться и на разрушение ПТП, что мы сейчас видим, и происходит, потому что техника убивается, не ремонтируется. И мы потеряем работу, если предприятие будет развалено. Поэтому, чтобы этого не произошло, нам надо организоваться. Также, как я уже говорил, надо учиться. Мы не будем учиться, если у нас так и будет. Не учим нагибать. Но учиться надо. Это понятно. Если будете экономить время на учебе, ну, такие и будете. Не будете расти и будут вас гнуть. Вас гнут так не потому, что вот так вот сражились, а потому, что вы такие вот. И те, кто такие, как вы, они их всегда гнут. Так что, поэтому надо расти и надо учиться. Вот. Пора. Пора брать ситуацию в свои руки. Ведь кроме нас, самих нам никто не поможет. Представителям работодателя, как и самому работодателю, плевать на наши жизненные проблемы. Они думают только о прибыли, работодатель думает, а руководство думает только о своем кармане. Вот. И как бы поменьше. Была неприятность. Сверху, так скажем. Вот. И даже не внушаться, лезть в наш семейный бюджет. Вот. То есть, вытаскивать хлеб изо рта наших детей. Вот. От этой борьбы зависит наша дальнейшая жизнь. Будущее наших ребятишек. А если мы продолжим себя вести так, как сейчас, унижаться, убивать себя на работе, вырабатывать там двойную норму часов, подвергая риску себя, свое здоровье, подвергая риску пассажиров, которые также есть наши родные и близкие. То, что мы работаем уставшими на неисправной технике. Вот. Или работаем зимой без печек. Ну и помните, работодатели ничего не боятся так сильно, как организованных, сплоченных и решительных работ. Спасибо.